Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Кыргызстан, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь в этом интеграционном объединении имеет статус государства-наблюдателя. Несмотря на это, голосу Минска всегда большой интерес. Ожидается, что в своем выступлении Александр Лукашенко обозначит позицию нашей страны по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках организации. Из Бишкека, столицы представительного форума, передает Игорь Тур. Принимать столько президентов сразу для Бишкека явление редкое, потому привычного беларусу обилия флагов, баннеров и растяжек на улицах города нет. Впрочем, то, что столица Кыргызстана принимает Совет глав государств участников Шанхайской организации сотрудничества, знают более-менее все. Но это завтра, а пока фишка местных познакомиться с приезжими журналистами, узнать, как там живут и рассказать, как у них. Беларусь и первая ассоциация Лукашенко. Второй по узнаваемости бренд – это, конечно, МТЗ – техника Минского тракторного. В рамках совместных каких-то проектов с Кыргызстаном существуют преференции по ввозу материалов и переработке. Также в рамках таможенного союза существуют какие-то договоренности, обеспечивается льготный режим поставок. И бизнес дает свои результаты. Объем продукции за прошлый год составил около 30 миллионов долларов. На заводе, кстати, признаются уже несколько месяцев в приятном ожидании от февральских переговоров в Минске Александра Лукашенко и посла Кыргызстана в Беларуси. Вообще для Бишкека, шанхайская организация сотрудничества – это возможность усилить свою экономику. Приоритет совместным сборочным предприятиям. Таких, как это. Даже 500 тракторов в год – весомо. Это ведь новые рабочие места. Товарооборот Беларуси и Кыргызстана – 130 миллионов долларов. Но 120 из них – это наш экспорт. Бишкек надеется на помощь и в обратном направлении. Для нас интерес представляет все-таки их сельскохозяйственная продукция. В первую очередь, наверное, сухофрукты. Не в сезон для нас овощи, фрукты. Опять же, тонкорунная шерсть, которой они славились во время в Советском Союзе. Но можно сотрудничать, опять же, по совместным предприятиям. Брать их тонкорунную шерсть, перерабатывать, делать совместную продукцию. То есть вот такие темы тоже обсуждаются, такие наработки есть. Именно благодаря ШОС Минск и Бишкек стали дружить в экономике. И это основная задача Союза – совместными усилиями улучшать жизнь людей. История Шанхайской организации сотрудничества, напомню, началась в 1996-м, когда Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали соглашение о создании объединения «Шанхайская пятерка», цель которого – экономическая стабильность вдоль границы бывших республик СССР и Китая. Через пять лет к ним присоединился Узбекистан, и Союз получил название в честь Шанхая, где прошел первый саммит. В 2015-м Беларусь стала наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. Что интересно, генсекам ШОС в то время был нынешний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Причем тогда мы говорили, а остальные соглашались. Минск идет в организацию не за помощью, а с инициативами, которые помогут глобально развить регион. От военной безопасности до стабильности в экономике. И Беларусь, несмотря на статус наблюдателя, зарекомендовала себя одним из самых активных участников Совета глав государств. Укрепление продовольственной безопасности. Все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты. Развитие сотрудничества в вопросах укрепления ядерной безопасности, мирного использования атома, исследование в этой сфере может стать одним из направлений, представляющих значительный взаимный интерес для стран ШОС. Это слова президента на предыдущем саммите в прошлом году в китайском Циндао. В схожей риторике Александр Лукашенко наверняка выступит и на заседании в Бишкеке. Совет глав государств ШОС, само собой, это главный орган, принимающий решения в Союзе. И в последнее время особую значимость приобрели именно заседания в расширенном составе. То есть и с участием лидеров стран-наблюдателей. Эксперты говорят, именно такие страны, как Беларусь, предлагают действительно прогрессивные и, что особо важно, конкретные инициативы. Заседание Совета глав государств участников Шанхайской организации сотрудничества, участие в котором Александр Лукашенко примет в пятницу, это лишь верхушка двух дней работы в Кыргызстане. Особенность таких форумов в том, что лидеры стран здесь традиционно проводят двусторонние переговоры. Протоколом предусмотрено и участие президента Беларуси в двусторонних встречах. Но фактически протоколом дело не ограничится. Лидеры стран будут обсуждать совместные проекты в режиме нон-стоп. Так что новостей из Бишкека будет много. Игорь Тур, Сергей Янковский. Наши новости. Бишкек, Кыргызстан. Продолжение следует.